Жильцы почти 150 многоквартирных домов Красноярска в течение последних месяцев выбрали в качестве управляющей компании ГУК Жилфонд. Много это или мало? И что сегодня происходит с теми, кто со своим выбором пока не определился? Об этом в нашей рубрике «Говорим о главном». Гость Сергея Толмачева, генеральный директор городской управляющей компании Жилфонд Наталья Живнова. 150 домов уже приняли решение, а остальные, значит, еще пока размышляют. Там же всего 4 тысячи домов. Вот вы как думаете, тенденция какова? Большинство переходит в Жилфонд или большинство ищет какие-то другие варианты? Я могу сказать, что в большинстве, где мы принимали участие, люди принимают решение о переходе в Жилфонд. Той критичной ситуации, которую прогнозировали скептики, что в Жилфонд не идут или из Жилфонда бегут, я ее не наблюдаю на сегодняшний день совершенно. Помимо так называемых хороших домов, да, существуют и дома, скажем так, старые, маленькие и так далее. Вот как дела обстоят вот с этими так называемыми проблемными домами на сегодняшний день? На самом деле, говорить о том, проблемны либо не проблемны дома, наверное, даже не стоит так разделять. Сегодня в управлении Жилфонда уже непосредственно 5 двухэтажек, расположенных в Ленинском районе. Они уже включены в лицензию Жилфонда, поэтому это все в доступности на сайте строительного надзора. Мы работаем, как я и говорила всегда и заявляла, работаем непосредственно с каждым домом. Скажите, а вот по поводу текущих ремонтов, по поводу текущего обслуживания, какие-нибудь проблемы сейчас есть? Текущее обслуживание, содержание оказывается в постоянном режиме. Здесь также мы акцентируем на том, неважно где находится жилой дом, под управлением какой компании, банкротное либо не банкротное, либо перешли в Жилфонд, обслуживание оказывается ежедневное и вывозится мусор и так далее. На сегодня у нас полным ходом идет обрезка деревьев на придомовой территории. Посредством отбора подрядных организаций порядка пяти заявилось на участие в данных видах работ. Победителем признан было управление зеленого строительства. Скажем, подрядчики работают, поступают благодарности от населения. В Октябрьском районе могу так акцентировать самый большой фронт работы, развернут в этом году. По обрезке? Да, по обрезке омолаживающей. То есть работаем в плановом режиме. Сейчас проходит весенний осмотр жилых домов. И это также не влияет для жителей, никаким образом будет он выполнен осмотр либо в рамках управляющей компании, либо уже при переходе в Жилфонд. То есть здесь для людей это никак не может никакого влияния иметь. Скажите, а сейчас люди к вам обращаются по каким проблемам в основном? Ремонты. Ремонты, да? Ремонты, да. Ремонты интересуют. Я могу сказать, что люди принимали с 11 и ранее даже есть протоколы решения о ремонтах. Опять же акцентирую внимание, что для всех управляющих компаний подход к формированию текущих ремонтов абсолютно разный. Если в банкротных компаниях, однозначно рекомендую принять решение о переходе, потому что в рамках банкротной компании выполнить текущий ремонт невозможно. Конкурсный управляющий имеет право по закону выполнять только лишь экстренные, жизненно опасные или какие-то вот такие работы. Сами планы текущего ремонта уже нужно принимать решение о видах работ при переходе в другую компанию. Соответственно, мы сейчас всецело надеемся на средства, собранные, так называемую текущую задолженность, с прошлого года накопленную. До момента объявления внешнего наблюдения, напомню, это мораторная задолженность, по которой мы заявляемся в арбитражный суд. Вот на текущую задолженность, которую мы планируем истребовать с конкурсного управляющего, будем формировать планы работы. Хорошо, и тогда последний вопрос. Скажите, ведь ни для кого не секрет, что в том числе долги накопились в связи с тем, что люди недоплачивают. Есть должники, да, традиционные. Вот какую работу вы планируете для того, чтобы вот эти долги вернуть? Сегодня работа поставлена, знаете, на такой конвейер, на поток. Во-первых, по результатам трех месяцев мы имеем право обратиться в суд, и мы это делаем. Судебные решения на сегодняшний день выносятся приказом. Для этого не требуется большого процесса заседательного. То есть приказом существует задолженность, должнику выставляется счет. Если он не слышит управляющую компанию, значит, это будут делать судебные приставы. Во всяком случае, допускать задолженность со стороны населения, конечно, никто не планирует. Это в первую очередь пагубно будет для самого жителя. После определенного месяца неоплаты человек просто не в состоянии будет погасить эту задолженность. Понятно. Спасибо вам большое, что пришли, что ответили на наши вопросы. Спасибо.